Прежде всего хочу начать с поздравления всех присутствующих с прошедшими праздниками Великой Победы. Великая Отечественная война была тяжелейшим испытанием для народов стран ЕАЭС и многих народов мира. Наш долг сохранить и передать молодым поколениям память об этом доблестном подвиге дорогих ветеранов, сделать все возможное для обеспечения безопасности, устойчивого развития и процветания наших стран. Хочу также искренне поблагодарить президента России за оказанный теплый прием и гостеприимство, а также за организацию настоящего саммита на таком высоком уровне. Уважаемые главы государств, как вам известно, в Армении произошла мирная смена власти, о чем вы, полагаю, хорошо осведомлены. Мы сегодня уже сформировали правительство, программа которого не будет предусматривать реверсов на внешнеполитическом треке. Подтверждаю полную приверженность международным обязательствам, взятым Республикой Армения, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. Мы настроены на активное взаимодействие с партнерами ЕАЭС и в интересах практического достижения свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, а также внедрение преференциальных режимов экономического сотрудничества, регламентированных правом союза. Имеющий по части ЕАЭС в армянском обществе дискурс обусловлен тем, что решение вопросов администратирования, перехода на новые общие механизмы регламентации, наличие различных препятствий и барьеров и изъятий, пока не оправдывает ожидания бизнеса незамедлительно получить конкретные и осязаемые преимущества, заложенные в основу идеи евразийской интеграции. Полагаю, что совместные усилия стран ЕАЭС и последовательность в достижении видимых с каждым днем результатов могли бы уменьшить охват таких дискуссий. Арвения в этом заинтересована и исходит из того, что необходимо прежде всего обеспечить рост торгово-экономического сотрудничества, сделать акцент на высокие и новые технологии, обеспечить на деле равные условия для хозяйствующих субъектов, найти развязки по тем актуальным вопросам, которые напрямую влияют на качество жизни. В конце концов, если показатели экономической активности, а они налицо, не прочувствованы гражданами, то они просто переходят в категорию статистики. Уважаемые главы государств, прежде чем остановиться на двух-трех вопросах повестки дня, отмечу, что армянская сторона готова поддержать принятие всех согласованных к заседанию документов. По части вопросов, относящихся к деятельности ЕАЭС по внешнему контуру, отмечу, что проект положения о статусе наблюдателя после долгих согласований, по нашему мнению, получился выверенным и, главное, всецело вытекающим из договора о Союзе. Полагаем, что проработку вопроса необходимости введения в ЕАЭС, помимо наблюдателя иных форматов взаимодействия с третьими странами, телесообразно рассмотреть после анализа практической реализации института наблюдателя. Тем более, что сегодня ожидается принятие соглашения о международных договорах ЕАЭС с третьими государствами или другими интеграционными объединениями, которые призваны регламентировать вопросы заключения договоров, упорядочить работу совместной исследовательской группы и многое другое. Реализация экономической политики на 2018-2019 годы, а это активизация процесса восстановления экономического роста и создания условий для устойчивого развития, несомненно, будет содействоваться достижению национальных приоритетов, в том числе и посредством осуществления мер, направленных на формирование единого рынка услуг. В заключении хотел бы выразить надежду, что дальнейшее взаимодействие стран Евразийского союза будет ориентировано на достижение развития посредством создания комфортных условий для предпринимательства и инвестиций повышения уровня жизни граждан. Благодарю за внимание.